То есть сейчас мы вообще изучаем такой мод, который позволяет просто взять и смотаться с этой планеты, понимаете? Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Ромашибири, мы продолжим играть в игру по названию Minecraft 1.7.10 И как вы помните, про все рема остановились на том, что мы убили самого сложного босса, по мнению Divine RPG, по имени Леди Луна. И прямо сейчас у меня есть охренительная броня с этой схватки. Помимо этой брони, с Леди Луны мы получили охренительный меч, который я решил не брать из Мировизея, он конечно же очень крутой, на 45 дамаги, но я думаю, что мне хватит и вот этого, и вот этого. Поэтому я решил взять только броню, и вы только посмотрите, насколько она шикарная, она позволяет бегать нам очень быстро, изучать все просто колоссально моментально, и прямо-таки сейчас у меня для вас есть супер-пупер-сюрприз. Как вы, наверное, знаете, на протяжении всего этого сезона на сборке, которую я снимаю, постоянно добавлялись всякие разные моды, и прямо-таки сегодняшняя серия не исключение. Я добавил настолько интересный мод, что я даже и не понимаю, почему я раньше не додумался его поставить. Ну-ка давайте кто-нибудь предугадает, этот мод называется Galacticraft. Это тот самый мод, который позволяет нам улететь далеко-далеко с этой планеты, понимаете? Когда-то давным-давно, по-моему, в Магических приключениях с Фрозболом, я уже играл с этим модом, но это, по-моему, был единственный раз, когда я играл с этим модом, и это был тот раз, когда я его вообще не изучал. То есть я вам прямо сейчас серьезно говорю, за все время, сколько этот мод был установлен на том сезоне, я ни разу ничего там не скрафтил, и прямо-таки в этом сезоне я все это дело исправлю. Ну так вот, зачем я начал говорить о модах, о сборке и так далее? Дело в том, что я решил, что пора бы обновить ссылку на эту сборку, и прямо-таки сейчас, если вы накопите под этим роликом целый один лайк, то появится новая сборка, то есть прямо-таки в описании вы можете скачать, и там будут абсолютно все моды, с которыми я играю. Ну а теперь переходим к более-менее важным новостям, это Galacticraft. Как вы понимаете, для того, чтобы улететь с этой планеты, например, далеко-далеко на Луну, или на Марс, или на космическую станцию, нам понадобится ракета, и я на самом деле уже даже посмотрел, как они крафтятся. В этом моде, на самом деле, есть очень много ракет, например, грузовые, второго уровня, третьего уровня и первого, и как вы понимаете, какую же мы ракету будем создавать? Правильно, грузовую, не-не-не-не, на самом деле, первого уровня. Я, на самом деле, уже посмотрел, как она крафтится, и понял то, что я ничего не понял, но именно это и интересно, понимаете, это вам не какой-то там, например, тропик крафт, где все на руке, здесь нужно действительно изучать, изучать и изучать. Ну, окей, я, например, хочу создать себе ракету первого уровня, что нам для этого понадобится? Нам понадобится головной обтекатель, сверхпрочное покрытие, стабилизаторы и ракетный двигатель первого уровня. Для ракеты третьего уровня здесь понадобится просто капец какой-то, я, на самом деле, не понимаю, как это все дело крафтить, поэтому давайте все-таки действительно первого уровня пока что, и, например, сверхпрочное покрытие создается из... О, господи. Сжатая бронза, сжатый алюминий, сжатая сталь и абсолютно любое топливо. Окейшки, с чего бы нам лучше всего начать? Наверное, все-таки со стали, потому что, по идее, сталь это железо, и да, я был прав. Для начала, наверное, все-таки лучше посмотреть, сколько всего понадобится. 8 сверхпрочного покрытия, для этого понадобится, получается, 16 сжатой стали и, о боже мой, куча железа, окей. Ну, в итоге, я так немного посчитал и понял то, что пока что для того, чтобы сделать хотя бы сталь, нам понадобится 32 куска железа, окей, будем плавить, начинаем. Это будет, наверное, все очень сложно, но результат того стоит. Ага, кстати говоря, я только сейчас понял то, что создается это не в обычном верстаке, это все создается на каком-то компрессоре, о боже мой. Ну, ладно, давайте посмотрим, как это все-таки создается. Итак, компрессор, их есть очень много на самом деле. И, конечно, я не особо понимаю, какой из них понадобится, собственно, создаются они действительно все по-разному, но давайте, например, создадим обычный компрессор, для которого понадобится алюминий, поврежденная наковальня, то есть обычный медный слиток и основная полупроводниковая пластина. О, господи, как же нам повезло, оказывается, здесь используется медь даже из мода Форестри, божественно, спасибо тебе. Хотя, конечно, ничего крутого, потому что у меня всего лишь 5 меди, но какая разница, это же все равно круто. Так, значит, получается, прямо сейчас мне нужно потратить еще больше железа, чтобы создать себе наковальню. Подождите, а у меня же вроде где-то там была наковальня, давайте-ка сбегаем. Благо, бегаем мы довольно-таки быстро и проверяем, наковальня есть, наковальня есть, шикарно! Получается, прямо сейчас мы сэкономили примерно 30 железа, что, конечно же, не может не радовать. И теперь основная полупроводниковая пластина, кааа, господи, а это еще что такое? Какой-то фабрикатор нам понадобится создать, и на самом деле я здесь ввожу, и почему-то его нету. Ладно, пойду в гугле поищу, как эта штука называется на русском. Я нашел его, черт подери, сначала в интернете я искал на английском, потом в итоге здесь нашел на русском. И знаете, как он здесь называется на русском? Производитель микросхем, господи, неужели нельзя было назвать фабрикатором? Как вы понимаете, галактикрафт добавляет действительно новую руду, которая называется алюминий, следовательно, прямо сейчас мне придется идти куда-то далеко в шахту, копать это все дело, и, как вы понимаете, копать там, где еще я никогда не был. То есть, все-все-все вот это вот изученное нам не подойдет, нам действительно придется сейчас идти куда-то далеко-далеко, где я еще никогда ничего не искал, и, например, вот где-то здесь. Получается, я сейчас действительно сюда телепортируюсь, далее просто иду еще чуть-чуть дальше. Что за хрень? Где это я? Ну, охренеть, не встать, просто, просто божественно, спасибо. Ну, так вот, собственно, я действительно здесь появился, и прямо сейчас что нам нужно сделать? Во-первых, немножечко пробежать, а далее просто копать под себя и искать алюминий, все просто. Ну, на самом деле, все не так, просто нам еще понадобится медь найти, олова найти, потому что именно это тоже пригодится для изучения галактикрафта. Итак, я вроде как далеко убежал, и начинаем копать. Главное сейчас, знаете что, факелы сделать. То есть, я надеюсь, то, что уголек-то я тут найду. Эй, где уголь? Я ничего не вижу, вообще тьма тьмущая просто. Уголь найден, все нормально, я покушал, осветил, и знаете, встречается новая проблема. А где этот алюминий искать? Серьезно, я же даже не посмотрел в интернете, где его искать, на какой высоте и так далее. Ну, знаете, я пока не буду смотреть в интернете. То есть, что я сейчас делаю? Я просто беру, копаю, например, вот медь, далее просто копаю еще ниже, и если найду алюминий, то именно на этой высоте и буду копать продолжать. Ну, короче, моя логика вроде как более-менее ясна, а я вернусь, когда найду этот самый алюминий. Подождите, что это такое? Что это такое? А, это олова. Хорошо. Раз, два, три. Оу-ля-ля, не прошло и 30 секунд, как я нашел этот гребаный алюминий. Серьезно, он спавнится там же, где и медь, и олова, так что это капец, как удобно для меня. То есть, например, вот в этой зале же я нашел сейчас не только алюминий, но еще и олова, и в итоге прямо сейчас у меня уже 6 алюминия, 15 олова и 0 меди. Стоп, 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 как это 0 меди? Я же здесь вроде как ее выкопал, куда это она делась? А, действительно, вот я придурок, я ее, оказывается, просто не подобрал, значит, мне сейчас нужно освободить место. Капец, я не удосужился взять и очистить инвентарь. Прямо под медью я нашел еще 2 штучки алюминия, да господи, это же просто шикарно, смотрите, еще алюминий, охренеть. Я просто сейчас за несколько минут возьму и разбогатею, кстати, еще железо понадобится, точно. Ну, в общем, что я могу вам сказать, я нашел действительно огромное количество ресурсов, то есть, смотрите, 24 железа, 28 меди, еще 25 меди, 19 олова, еще 33 олова, 44 алюминия, и вроде как этого должно хватить. Я здесь копал реально очень много, но благодаря броне это произошло все быстро. Ну, на самом деле, конечно, не только броне, но еще и благодаря кирке, то есть, серьезно, я копал и шел, копал и шел, вот примерно вот так вот, жррррррр, очень быстро происходит все это дело, и в итоге вот столько вот у меня ресурсов. Единственное, наверное, на что мне там не повезло, так это на каньоны, на шахту, на лаву и так далее. То есть за все время я встретил там всего лишь один клочок маленькой лавы, и даже вокруг него ничего не было. Ну и что же, получается, прямо сейчас мне всё это дело надо плавить? О, господи, как бы я сейчас хотел здесь иметь адскую печку из Таункрафта, как бы я хотел. Ну ладно, в принципе, разглагольствовать нет времени, мы просто кладём сюда алюминий, потому что именно сейчас он мне как раз-таки понадобится. И что мы там, кстати, создаём-то? Алюминиевый провод мы вроде как создаём, да, и для этого понадобится абсолютно любая шерсть, да, без проблем. Ну-ка, у меня, да, у меня куча шерсти, замечательно. Для этого самого производителя микросхем нам также понадобится рычаг, кнопка и красный факел. Ну, давайте создадим только какой-то крафт дурацкий. Ну, вроде я все ингредиенты создал, теперь нажимаем сюда на вопросик, и да, действительно, у нас автоматически выложился крафт, и у нас производитель микросхем. Ой, мне что-то даже написали. Для помощи по галактике крафт напечатайте ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, для того, чтобы увидеть это уведомление, ещё раз ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, короче, у меня и так вики запущено, поэтому никаких проблем. То есть мне, по-моему, дали ссылку на вики, на которой я и так сижу, замечательно. Ну что ж, производитель микросхем, куда тебя посадить? Я, на самом деле, даже не знаю, взрываешься ты там от перегрузки или не взрываешься, поэтому давай-ка стой-ка где-нибудь здесь, окей. Так, идём дальше. Мы там вроде как компрессор изначально собирались создавать. И так, в общем-то, основная полупроводниковая пластина. Ага, это мы создали. Значит, её прямо сейчас нужно создать с помощью алмаза, неочищенного кремния и красной пыли. Проблема в том, что я не знаю, где взять неочищенный кремний. Я нажимаю, чтобы показать крафт, а он ничего не показывает. Тут, смотрите, на алмаз нажал, показалось, здесь не показывает. Ну блин, я не знаю, может быть взять обычный кремень и просто вот так вот его бить? Да чё-то как-то ничего не получается. Попробуем обычной рукой. Аааа, нет, тоже ничего не получается. Чёрт подери, а что нужно-то тогда? Ну охренеть, теперь оказывается нам надо найти какую-то кремниевую руду, которая выглядит практически идентично углю. Серьёзно, смотрите, кремниевая руда. Ну вот серьёзно, вообще никак не отличить от угля. Ну и получается, нам сейчас нужно опять же спускаться вниз. Аааа! Окей, я, конечно, всё понимаю, но этого не понимаю. Я пробыл в шахте довольно-таки долго, но я не встретил ни одной кремниевой руды. Хотя, скорее всего, я просто видел в них уголь и в итоге тупо не добывал. Давайте тогда вообще абсолютно весь уголь добывать. Ого, как мне повезло. Так я нашёл заброшенную шахту. Зашибись, зашибись. Может здесь будет? Хэллоу! Дайте мне кремниевую руду или дайте хоть что-то похожее на чёртов уголь. Или хотя бы уголь дайте. Какой-то беспредел творится в Майнкрафте. Тут ещё нефть катается. Ай, как темно, ничего не вижу. Ну в итоге я чё-то так бегал-бегал-бегал. Нашёл только кучу алюминия. Вроде как добыл его. А вот кремниевая руда... Мммм... Спустя просто нереальное количество времени. В итоге, перекопав огромное количество руды и додумавшись залезть хоть на какой-то сайт по подаче информации, я смог найти эту охренительную руду здесь внизу. И вы только посмотрите, как много падает этой фигни. Я уже даже забыл, как она называется. Неочищенный кремний. Да, точно. Собственно, его нам понадобится, наверное, много. Поэтому давайте продолжим поиски. Накопим где-то полстака. И только потом вернёмся. Дурацкие алмазы! Зачем вы мне нужны? Идите в жопу! Дайте мне неочищенный кремний! Чёрт подери! Прокопав ещё один небольшой туннель, я всё-таки нашёл эту грёбаную руду. И давайте посмотрим, сколько её здесь. А, оказывается, я даже задел уже некоторое. Итак, здесь её я смотрю довольно-таки много. И на полстака вроде хватает. Да, 28 штук. Замечательно! Вот с этим количеством, в принципе, можно даже вернуться домой и не париться. Подождите, а это что? Это, это, это уголь, окей. Ну да, действительно, в общем-то, возвращаемся. И вроде как мы там собирались скрафтить компрессор. Чё-то как-то многовато времени прошло. Уже даже ночь наступила. Ого! Так, я на самом деле уже действительно забыл, что ещё понадобится. В общем-то, основная полупроводниковая пластина. Здесь ещё также понадобится красный факел и красная пыль. Окей. Как вы понимаете, просто так это всё с бухты-барахты работать не будет. Поэтому что мы делаем? Мы забираем, получается, двигатель и сейчас его подсоединяем вот к этой фигне. Кладём сюда уголь, подсоединяем это всё рычагом и смотрим. Да, действительно, энергия пошла. Всё замечательно. То есть, Форестри и Галактикрафт, они как бы совмещают друг друга. Это чертовски круто. Серьёзно, мне всё больше и больше индастриал-моды начинают нравиться. Но только такие индастриал-моды, где ты изучаешь мир, а не просто сидишь дома, копаешь руды, создаёшь, копаешь руды, создаёшь и так далее. То есть, сейчас мы вообще изучаем такой мод, который позволяет просто взять и смотаться с этой планеты, понимаете? Алмаз положил, кремний положил и действительно остался только редстоун, которого, по-моему, у меня всё меньше и меньше. Сколько у меня там осталось-то? 58 красной пыли осталось. Капец, это же очень мало. Нам срочно нужно будет снова сбегать в шахту, но на этот раз за красной пылью. Ну да ладно, в принципе, не об этом. Сейчас давайте для начала мы положим всё это дело сюда переплавляться. Здесь, по идее, у нас алюминий, следовательно, алюминий сюда и кладём. Здесь у нас что? А, обычный камень. Хорошо, тогда пусть плавится, например, золото. Все остатки складываем вот сюда, очищаем свой инвентарь, другими словами. Ну, а теперь можно идти и создавать. Подождите, а где красная пыль? Ага, вот теперь точно идём. Та-та-та-там! Та-та-там! Началось создание прогресс 20% и уже в скором времени мы сделаем себе компрессор. Я уверен, что уже в этой серии мы его сделаем. Собственно, наковальный есть, алюминий есть, медный сриток есть, ну и, собственно, сейчас пластина тоже будет. Та-да-ам! Три основные полупроводниковые пластины. Целых три штуки. Я думал создаться всего лишь одна. Та-да-ам! Компрессор готов! Для помощи по галактикрафт напечатайте ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Для того, чтобы увидеть это уведомление ещё раз, напечатайте ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, в принципе, я на этой виге как раз-таки действительно и сижу. Так что печатать мне ничего не нужно. Всё и так нормально работает. И давайте мы поставим это вот куда-нибудь сюда. Иии... О, господи. Мы, насколько я помню, создавали это всё ради того, чтобы сделать себе сталь, да? Охренеть! Сколько времени уходит только лишь на сталь? Не, ну на самом деле сейчас пойдёт всё в разы быстрее, потому что на этот раз мы всё создали, и по идее больше досоздавать нам ничего не нужно. Вот это, я думаю, можно отключить, потому что энергия нам точно больше не понадобится. Иии... Кстати, она отсюда даже не падает, что шикарно, серьёзно. Смотрите, 16 тысяч, и вообще не уменьшается. Чисто ради эксперимента, я, конечно же, прямо сейчас попробую создать себе сжатую сталь, и для этого понадобится много угля, сжатое железо. Подождите, это что-то не то. То есть вот таким вот образом, и получается только железо. В начале нам вроде как понадобится всего лишь 32 железных слитка, кладём сюда уголь, и, о боже мой, какой звук прекрасный. Серьёзно, звук наковальни прямо-таки и слышится, вот прям прислушайтесь, я, я его отчётливо слышу. Больше всего меня, конечно же, радует то, что здесь не нужна никакая энергия, то есть серьёзно, ничего не подсоединено, а работает. Так, и сколько мне получается такого сжатого железа нужно, и для чего оно вообще понадобится? Значит, сталь, и, ага, соединить с углём. Да без проблем, я столько угля накопил. А, нет, стоп, как раз и угля я накопил довольно-таки мало, потому что я его тупо выкидывал. Упс, проблемы. Ну, в общем, у нас на данный момент 9 сжатого железа, то есть мы, получается, это забираем, и теперь здесь же в компрессоре мы должны соединить это всё с углём, и получить сжатую сталь. Вот она как. Ну, окей, с сжатой сталью я более-менее разобрался, а как создаётся, например, сжатый алюминий или бронза? Вот, например, алюминий создаётся... А, да ладно, серьёзно? Всё настолько просто, берёшь два алюминиевых слитка, соединяешь, и получается тот самый сжатый алюминий. Охренеть! Получается 32 железа, 32 алюминия и 32 брон... О, нет, окей, тут не просто бронза понадобится, здесь ещё олова и медь. О, сложно! Кстати, смотрите, а оказывается можно создать какой-то улучшенный компрессор, который будет создавать сразу по 2 штуки. Это где такую штуку взять? По-моему, я понял. Это электрический компрессор, который создаётся, смотрите как. Вот он, электрический компрессор. Действительно, требуется энергии 1500, и он создаётся... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, тут в любом случае обычный компрессор понадобился бы, потому что сжатая бронза, как-никак, она создаётся как раз-таки только здесь. Ну, получается, окейшки, мы создадим себе в будущем обязательно электрический компрессор, потому что реально создаётся сразу по 2 штуки. И самое главное, стоит это всё одинаково. Окей, давайте соединяем это и это, и теперь у нас создаётся сталь. Фух, ну вроде как, я более-менее всё это дело понял, в итоге у меня уже целых 6 сжатой стали, там всё ещё всё это дело доделывается. И что я вам скажу, Галактикрафт очень крутой мод, даже получи Форестри. Ну, это, конечно же, чисто моё мнение, поэтому прямо сейчас я устраиваю голосование. В группе ВКонтакте вы как раз-таки найдёте это самое голосование, и вот что я у вас спрашиваю, что мне лучше всего изучать, на что мне делать уклон, Форестри или Галактикрафт. Просто мало ли, большинство хочет, чтобы я изучал пчёл, а не создавал ракету, на которой мы бы улетели с этой земли. Голосование будет в группе ВКонтакте, так что, пожалуйста, не поленитесь, перейдите, проголосуйте, и не забудьте, наверное, перед тем, как перейти, поставить сюда лайк. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, это уже, конечно, слишком нагло, но в любом случае, 16 сжатой стали готово! Это означает то, что 1 третья ракеты готово! Хотя, стоп, какая 1 третья? Там ещё создавать и создавать, какой-то обтекатель понадобится, какой-то двигатель понадобится, я вообще не знаю, как это всё создаётся, поэтому мучиться ещё придётся много. Я надеюсь, то, что я вас порядком удивил установкой Галактикрафта, то есть, серьёзно, я его теперь буду изучать, но, опять же, голосование, голосование в группе ВКонтакте, не забывайте, алло-ло-ло! На этом я, конечно же, буду помаленечку заканчивать, в следующей серии мы продолжим создавать эту грёбаную ракету, если, конечно же, в голосовании победит Галактикрафт, ну, а если нет, то продолжим изучать пчёлок. Вот теперь я, вроде как, точно заканчиваю, всё сказал, надеюсь, серия вам понравилась, надеюсь, то, что вы не забудете поставить лайк, ну, а если вы здесь впервые, то можете поставить лайк, опять же, подписаться на канал, позвать друзей, а с вами был Ложка, вот в этой охренительной броне, которая позволяет очень быстро бегать, всем удачи, всем пока-пока-пока-пока-пока! О, блин, ну, господи, я чуть не задохнулся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok